И персонально ваш Олег Сысуев, бывший вице-премьер России. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Олег Николаевич, скажите, следили за делом Руслана Соколовского, того самого блогера, который сегодня приговор получил? Ну, было невозможно не следить, потому что, мне кажется, это герой последних, по крайней мере, двух дней. Вот. И если бы даже я не захотел не следить, все равно следил, потому что... Я даже сегодня увидел один комментарий в Фейсбуке, очень интересный и характерный по этому поводу. И один журналист из Самары, мой знакомый, хороший, который мы дружим в Фейсбуке, он возмущался. Открыл этот сайт, другой, третий, пятый, десятый, везде Соколовский, везде по 8, 10, 12 публикаций. Неужели в стране, где 140 миллионов восклицает он, нет больше проблем? И мне кажется, что здесь просто есть некое непонимание, потому что дело не в самом Соколовском, не в этом парне, не в этом блогере, а в человеке, да, права которого были подобным образом, так сказать, на мой взгляд, ущемлены, и с которым произошел вот этот вот случай, который, в общем, может стать прецедентным в нашем мире. И в этом смысле это, безусловно, номер один новость, как мне кажется, да, человеку, который, в общем, не является профессиональным аналитиком средств массовой информации, а просто потребителем информации, которую выдают на гора в таком количестве, в том числе про Соколовского, наши средства массовой информации. А я, если позволите, зацеплюсь за слово, которое вы произнесли, за слово «герой». Вот вы, наверное, когда его использовали, имели в виду просто главное действующее лицо, да, человек, который везде сейчас во всех СМИ. А если судить именно вот в таких категориях «герой» и «антигерой», вы скорее как оценили бы Соколовского и то, что он делал? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, надо его знать лично. Я не могу его таким образом оценить. То, что он делал, мне, например, не кажется идеальной моделью поведения для молодого человека. Впрочем, как и то, что делали девушки из Пуссера. Мне тоже это весьма и весьма несимпатично. Выступление в церкви подобным образом, мне кажется, это вещь, которая расходится с моим представлением о поведении в обществе. Но то, что потом произошло с этими девушками, и, в общем, они тоже стали героинями, как мы помним, и до такой степени героинями в глобальном смысле слова, что, в общем, пришлось обдумывать, почему это произошло. А произошло это как раз потому, что на примере вот этого, в общем-то, выходки, я считаю, что это выходка, мы поняли, что в нашем мире при наших завоевывающих все более и более большое пространство стандартах, которые устанавливает власть, можно проследить деградацию прав человека. Вот и все. На самом деле это так. Возможно, это и фрики, но на их примере мы видим, как могут ущемляться права человека. Ну, то говорите, деградация прав человека, ущемление прав человека. А сам-то приговор, вот этот вот условный срок для Соколовского, вы не воспринимаете как победу здравомыслия, божью милость, как в РПЦ говорят? Нет, я ни в коем случае не воспринимаю это как победу здравомыслия. Я воспринимаю это, как, в общем, и воспринимал неусловные сроки участницам группы Пусси Райд, как политический акт, направленный на устрашение, чтобы другим не повадно было. Но мы же видим комментарии и самого Соколовского, и его адвоката, и я так понимаю, они здесь единодушны и считают, что, в общем, в тех реалиях, которые есть, в сложившейся обстановке, условный срок – это уже победа. Ну, потому что Пусси Райд, все же, они же посидели на самом деле. Ну, раз мы просто сравниваем о репостах, о каких-то... Видимо, это комментарии адвоката. Адвокат, естественно, должен каким-то образом промотировать результаты своей работы. Ну, это комментарии его матери и его самого. Ну, наверное, они боялись, исходя из наших реалий, что он получит реальный срок, да. Не дай бог, кто-то пукнет в центре, в церкви, так сказать, и это тоже будет считаться надругательством над верующими. Олег Николаевич, но все-таки позвольте обратить ваше внимание то, что это не вполне корректная аналогия. Одно дело, когда у кого-то газы выходят, какие-то биологические процессы, но совершенно другое дело, когда... Давайте обсудим поподробнее. Давайте обсудим, спустирает и с Соколовским, когда люди сознательно совершают провокацию, они знают, что это провокация, они обставляют это как провокацию, они публикуют это как провокацию. Как должно реагировать общество, как должно реагировать государство? Государство должно реагировать, как мне кажется, в силу административного кодекса и административным штрафом за это. Вот и все. Как хулиганство, которое бывает в быту, на улице, не знаю, и так далее, и так далее. Ну, а то, что мы получили условный срок вместо реального, это желание властей как раз не превращать Соколовского в героя, как вот было спустирает, который еще больше популярность... Вы считаете, что условный срок это гораздо более дровомыслящая позиция, чем неусловный срок, да? А вы не согласны с этим? Ну, просто по-человечески, если судить. Даже не с точки зрения законодательства, и в первую очередь не с точки зрения законодательства. Я думаю, что я бы... Как говорится, свобода, чем не свобода. Я бы оценил это как хулиганство и карал бы его по статьям административного кодекса штрафом, я не знаю, и так далее. Скажите, а когда люди совершают что-то подобное на мемориалах воинской славы, что людям, которые являются, естественно, потомками тех, кто освобождал родину, их это очень оскорбляет, сильно задевает лично. Это то же самое? Это тоже надо карать по статье о хулиганстве административной? Мне кажется, действительно, церковь – место поклонения. Мемориалы любые – это место поклонения определенной части общества, иногда значительной, иногда не очень значительной. И, наверное, любое действие, которое оскорбляет это место поклонения большой части общества, должно рассматриваться как хулиганство. Ну, мягкое хулиганство, административное хулиганство. У нас есть статья о хулиганстве уголовной, административной. Я напомню, что пусть и райот судили вообще по статьях о хулиганстве. Просто уголовная статья о хулиганстве. Она отличается от административной, там, тяжестью, мотивами. Я в этом так тонко не разбираюсь, но я абсолютно точно знаю, что решение о конкретных сроках участниц этой группы, оно было продиктовано абсолютно точно политическими мотивами. А у Соколовского были политические мотивы? Думаю, что да, в немалой степени. Тут просто я опять же вернусь к вопросу. Это очень резонансный случай, который в обществе очень серьезно обсуждался. Обсуждался в той части общества, которая является активной, которая формирует смыслы. У нас же не вся часть общества, так сказать, вообще знает, кто такой Соколовский, чем он занимался, что такое эпикемоны. Я думаю, что процентов, может быть, 10-8 знают, что это такое. И поэтому именно для этой части общества и было вынесено такое назидание. Я все-таки вернусь к вопросу, который мы недообсудили. Ну вот пусть Райд посадили, дали реальные сроки девушкам Соколовского. Не посадили. Почему? Потому что боялись, опять же, его еще большей героизации. Или в чем проблема? Почему бы его не посадить? Ну, у нас вот такая тенденция, такой тренд у нас осудительный. Почти все приговоры у нас обвинительные. Сейчас мы на самом деле перейдем с вами к следственным действиям, связанным с тем, что, во-первых, девушки производили шум в месте поклонения. И мешали отправлять свои, так сказать, чувства тем людям, которые пришли в церковь. Нет, 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 это совсем не так. Они танцевали и закладывали звук уже впоследствии у них. Более того, это все было записано в несколько этапов. Они мешали, видимо, тем, кто отправляет свои, так сказать, свои вот эти вот чувства. В данном случае, мне кажется, что такого не было. Правда? Что он там ловил втихую и потом, так сказать... Так, претензии как раз не в том, что он пришел в храм ловить. Много раз в церкви представители РПЦ официально подчеркивают, что дело не в храме, не в покемонах непосредственно, а именно в ролике, который потом был опубликован. Давайте все, что там сказали. Да, значит, мы его в баню Соколовского, пусть он живет, так сказать, как хочет, но я категорически против, чтобы ущемлялись права человека. Права неверующих в том числе. Права неверующих в том числе, да. Ну, хорошо, давайте перейдем тогда к делу Леонида Меломеда и к делу Роснано, бывшего главы Роснано, Леонида Меломеда, как выяснилось, освободились по домашнему. Я помню, там другой глава Роснано. Ну, бывший глава Меломеда. Слава богу, да, сейчас-то все по-другому. У нас так быстро все меняется, как говорится, да. И его освободили, и достаточно резонансное дело было, очень много внимания. Почему так? Почему что? Что меняется? Сразу же сейчас начинается рассуждение о том, что Соколовского не посадили, Меломеда освободили. У нас опять какое-то проявление оттепели. Или это все глупости? Сейчас еще говорят, у Люкаева отпустили. Что у Люкаева ждет, да. Значит, мне трудно рассуждать на эту тему. Могу сказать только одно, что уверен в том, что нынешний глава Роснано Анатолий Борисович Чубайс прилагал все возможные свои усилия, использовал весь свой возможный ресурс для того, чтобы, считая, что, и я это знаю достоверно, что Меломед не виноват, а Анатолий Чубайс, который там работал и знает досконально все, что происходило в Роснано и особенности со своими заместителями, приложил все свое влияние для того, чтобы исправить эту ситуацию. Явилось ли решение о освобождении Леонида Меломеда из-под домашнего ареста следствием этих лоббистских усилий, Анатолий Борисович, я не знаю. Но вполне возможно, что и да, потому что усилия были гигантские. С Вашей точки зрения можно уже сейчас говорить о какой-то точке в этом деле, ведь мы так понимаем, что дальше будет вот это обвинительное заключение, которое генпрокуратура не утвердила. Его вернули в Следственный комитет, будет доследование, как обычно, и потом это вернут в генпрокуратуру, и, может быть, генпрокуратура уже в новом виде утвердит это заключение. Может быть. И опять-таки мы с вами сталкиваемся с тем, что объем домыслов, которые мы, как представители общества, оперируем, он, мне кажется, прямо пропорционален непрозрачной непрозрачности нашей системе правоохранительной и судебной. Вот. И прямо пропорционально уровню недоверия к этой системе. Если бы уровень доверия к этой системе правоохранительной и судебной был высоким, тогда бы и подобного рода разговоров и домыслов, справедливых, кстати, потому что может быть и так, может быть и сяк. У кого какое настроение будет? Как там развернется борьба между Следственным комитетом и прокуратурой? Как будет, значит, общаться господин Чайка с господином Бастрекиным? Какие команды будут поступать из Кремля? Это каждый раз сопутствует подобного рода действиям. И мне кажется, что это тоже отражение уровня нашей правоохранительной системы. Вот вы говорите о недоверии. Вы думаете, кому больше доверяют наши граждане, Чубайсу или следователям в этом деле, когда речь идет о высокопоставленном, влиятельном топ-менеджере, который, ну, очевидно, все настроены на то, что он связан с очень дорогими контрактами. И появляются какие-то мутные схемы, о которых вам рассказывает Следственный комитет. Так что не существует этих мутных схем. За что-то Следственный комитет зацепился. Почему-то вообще возникло это дело, если все чисто, все хорошо, и Чубайс точно знает про своих подчиненных, что они нигде ничего не подворовывали. Ну, мне кажется, что я, во-первых, в значительной большой степени доверяю Чубайсу, потому что знаю его, с ним работал. Во-вторых, я думаю, что в этот период, когда, собственно, создавалась эта корпорация, и когда не было устоявшихся институтов и подзаконных актов, которые определяли бы компетенцию и ответственность этой корпорации, могло быть так, что оценка действий топ-менеджеров корпорации, она проходила в таком поле вкусовщины. Мне кажется, что мне не нравится, что они делают так. А мне нравится, что они делают так. А вот это, на наш взгляд, являются оценочные такие суждения, которые, как мне кажется, очень опасны в правоохранительной деятельности. Это все связано с тем, что просто разные, если хотите, идеологические установки. Вот у меня такое впечатление, что наша правоохранительная система, включая прокуратуру и, значит, Следственный комитет, они хорошо себе представляют, что такое государственная собственность, и мне кажется, что они сомневаются в праве на жизнь частной собственности, частной инициативе и бизнеса вообще. Как вы думаете, маномеды кто-нибудь заказал или это просто заработали силовики? Не знаю. Я говорю, что система настолько непрозрачная, что мой ответ, может быть, только не знаю. Потому что есть примеры, когда мы уже установлены не только обществом, не только слухами, но и фактами, что есть заказы на подобного рода уровни. Потому что уровень довольно высокий. Есть? Ну и что? И мы должны это признать. Не знаем. Мы тоже не знаем. Мы тоже не знаем. Давайте к более понятным вещам. Вот понятная вещь. Это, например, текст указа президента Российской Федерации, в котором причислен порядок ограничения гражданских свобод в крупных городах Российской Федерации во время проведения международных соревнований. Именно Кубка Конфедерации в этом году полтора месяца и Чемпионата мира следующим летом. Это, кажется, там два месяца. В частности, запрещаются митинги без согласования с МВД ФСБ, запрещается въезд автобусов, которые не будут иметь специального бордового наслежения с ГЛОНАССом. Будет запрещено находиться безвременной регистрации дольше трех дней в городе. Причем регистрируется надо будет лично. И так далее, и так далее, и так далее. Вплоть до запрета на работу вредных предприятий на время проведения этих соревнований. Это нормально? Вы знаете, это все отражение, в общем, существующего общего тренда. Возвращение к Советскому Союзу, к правилам, как мне кажется, и системе, которая была главенствующей во всем. В том числе и в этом, потому что, если мы поднимем, а я точно не знаю, но у меня есть такое чувство, я могу ошибаться, постановление ЦК КПСС о проведении Олимпиады 1980 года, может оказаться, что это списано оттуда. Потому что я помню, что там без регистрации или высылали неблагонадежных и бомжующих за пределы Москвы. Был ограничен въезд в Москву. Конечно же, запрещались какие-то митинги по определению. И тоже были введены ограничения на какое-то перемещение, свободу жизни людей. И те люди, которые были на Олимпиаде, в то время мои товарищи приезжали сюда в большом количестве из города Куйбышево, они рассказывали абсолютно пустой Москве, так сказать, о том, как аккуратно при нейчке ездили автобусы, как сгоняли сюда со всех городов представители правоохранительных органов. Но мне кажется, что эта традиция, так сказать, она постепенно переползла и в наше время. Ничего тут, в общем-то, удивительного нет, как традиция в культуре, как традиция, так сказать, даже в праздновании 9 мая и так далее. Но, с другой стороны, все-таки террористическая угроза, война... Вы понимаете, я не пойму, почему именно спортивные мероприятия должны рождать какой-то особый порядок, значит, правоохранительный. А почему в обычной жизни он... То есть это подразумевается, что во время проведения спортивных мероприятий мы более зорко, более тщательно и более правильно будем следить за спокойствием, так сказать, внутри этих городов, где живет очень много людей. А в обычные дни мы не будем так зорко следить за этим, мы не будем так поддерживать порядок. Почему? Ну, может, международные делегации. А что международные делегации? Сейчас что, у нас иностранцев, что ли, нет? Представлять. Вот. Но будет же больше. Будет больше людей, которые приедут из разных уголков. Но есть разница, взорвать сейчас или взорвать под первым матч чемпионат. В чем разница? В чем разница? В резонансе и в том, как будет проходить этот первый матч, например. В сорванных международных соревнованиях. Мне кажется, что взорвать – это всегда резонанс. И взорвать – это всегда ужасно. Хоть под первый матч, хоть после первого матча и так далее. Поэтому, мне кажется, что таким образом, как мне кажется, с какой-то части мы демонстрируем нашу слабость. Если хотите, подобного роза указу. Ну, вот смотрите, те, кто выступает, в общем-то, в поддержку таких мер, они приводят пример, как у нас любят приводить вообще такой пример, и приводят пример других государств, где тоже перед крупными мероприятиями происходит такое усиление мер безопасности. И чем тогда мы лучше или хуже? Знаете, я был на чемпионате Европы на одном матче во Франции. Матч такой пресловутый «Россия-Англия» в Марселе. И там абсолютно точно было огромное скопление людей. А у нас его запретили. Как избежать большого скопления людей, когда приезжает, так сказать, огромное количество болезней? Мы ждем огромного количества, как Вы сказали, иностранных гостей. Но скопления, связанные со спортивными мероприятиями, разрешены исключением митингов и акций, которые связаны с спортивными мероприятиями. А митинг на тему «Спартак-чемпион» – это как? Наверное, связан со спортивными мероприятиями. Если он анонсирован как митинг, то, возможно, да. Если он получил согласование в мэрии Москвы и в органах МВД, чего бы не происходило. Нет, нет, в этот раз нужно согласовать с ФСБ сразу. Мы же уже на это обратили внимание. Я все равно уверен в том, что, наверное, может быть усиление каких-то вещей. Не знаю даже. Мне, в общем, это не совсем понятно. То есть, Вы в этом видите какое-то возвращение к советским реалиям? Я выбежал в этом. Ну, первое – вообще проявление слабости. Ну, просто пытаются какие-то подтексты люди, как обычно, находить кто-то. Да, то есть, что запрещено, чтобы какие-то вот эти тексты... Нет, я так не думаю. Я так не думаю. Вот. Я не думаю так. Я не думаю. А как Вы относитесь к тому, что это все вводится указом президента, а не законом, который рассматривает Государственная Дума? Ну, вообще говоря, тут есть еще повод порассуждать относительно Конституции Российской Федерации. И мы знаем с Вами, что примерно такие же ограничения для проведения Олимпиады в Сочи на территории этого города, они стали предметом иска в Конституционный суд. Вот. И Конституционный суд его не принял по такому очень интересному основанию, что Олимпиада закончилась – забудьте. Мы это рассматривать не будем. У нас Конституционный суд, конечно, зачастую очень-очень, так сказать, смешно себя ведет. Вот. Поэтому и в этом смысле Конституционный суд не сказал, что соответствует эта Конституция или нет. Если бы рассмотрел, возможно, и сказал, что это и есть нарушение Конституции. Конституционный суд. Да. И российский сказал бы. Да. Возможно. Если бы рассматривал. Почему бы нет? В конце концов, для чего-то существует Конституционный суд, да? Не только для защиты, так сказать, актов исполнительной власти. Ну, в последнее время создает ощущение, что именно для этого. Хочется верить. Вот. Поэтому мне кажется, что вообще справедливо то, что если не существует законов Российской Федерации, определяющих тот или иной порядок тех или иных действий, то это возможно, что действует временно до принятия этих законов указы президента. И неоднократно это было, и это соответствует, так сказать, Конституции Российской Федерации. В данном случае я не являюсь, так сказать, экспертом, но мне, конечно же, хотелось бы, чтобы по этому поводу существовал какой-то закон, и это проходило более широкое общественное, либо представителей общественности обсуждение. Слушатели интересуются, а это не может быть правой пера на случай массового протестного голосования против Путина? Вот он сейчас указом президента ограничивает свободу, такие гражданские, на время соревнований, а потом на время после голосования, после выборов. Нет, я не думаю. Я не думаю, что связано это с выборами. Я думаю, что это связано, естественно, так сказать, с тем, что существуют какие-то страхи. И я думаю, что это связано с влиянием вообще силовых структур на нынешние действия власти, что они сейчас у нас находятся в особом положении, в особом авторитете. И я думаю, что это их лоббистские усилия привели к появлению этого указа. Страхи перед терроризмом. Не только как структур правоохранительных, но и правоохранительная идеология и философия, которая сейчас главнярствует. Вы говорили сейчас о страхах, которые есть и у Владимира Владимировича, мы так понимаем, и у наших силовиков. Почему вы так понимаете? Нет, я просто к тому, что мы видим. Вот в комментариях, смотрите, Таня пишет. У них же сила, как они могут бояться. Вы видели лица военачальников на параде? Смешно. То есть никто не боится. Ну, тогда почему демонстрации нашей мощи, огневой, строевой и так далее, происходит за счет таких ресурсов, за счет сплотвещения всего общества и за счет того, что мы так хотим показать миру нашу готовность на Кузькину мать. Мне кажется, что все-таки, это моя философия личная, это не есть проявление силы, настоящей силы. Настоящая сила – это сила собственного достоинства. Мне кажется, что это часть проявления комплексов. Но не страха, вы говорите, это моя интерпретация. А что за комплексы? Комплексы, они очень многообразные, как мне кажется, и сложные, исходя из нашей истории. Но в основном они связаны с тем, что нам, тем, что у нас есть в настоящем сейчас, успехами какими-то, а тем, что мы в мировом сообществе занимаем какие-то лидирующие позиции, что за нами как-то движется мировое сообщество, мы являемся в чем-то примером, с нами хотят дружить, что мы не представляем ни для кого угрозу, что вот этого настоящего у нас сейчас нет. И для того, чтобы как-то объединить общество, вот приблигли к такому инструменту, как прошлое. Причем, я говорю, что этот тренд наблюдается во всем. В культуре, в политике, во внутренней политике. В приоритетах экономических, в экономических приоритетах тоже. И это, на самом деле, не дает возможности надеяться на то, что страна будет процветать и прогрессировать. А что, у нас можно найти что-то, что будет объединять всех из настоящего и будущего? Да. Что же это? Это свобода человека. Извините, молодой человек, я вам скажу так. Это свобода человека, свобода личности, развитие ее. Вот. Это, на самом деле, то, что нас может объединить. Олег Ильич, вы как думаете, если вы сейчас на улицу выйдете на Новый Арбат, и будете с людьми разговаривать, говорить про свободу человека, личности, многие объединятся? Я думаю, что, скорее всего, можно оценить риск того, что я получу по морде, гораздо выше, чем то, что люди объединятся. Это в том-то и дело. Вы знаете, это очень интересно. Это не звучало, и не хотят люди свободы в большинстве с вами. Да. Потому что, естественно, сейчас это главенствующая идеология нашей власти, и она затрагивает даже многих весьма образованных людей. Я тут беседовал совсем недавно, позавчера, с одной очень образованной женщиной из академической семьи. Она мне сказала такую фразу, что когда я смотрел 9 мая парад, как марширует наша военная, я подумал, что я готова все санкции выдержать, которые только обрушатся на нашу страну. О! Человек из академической семьи. На нее производят такое впечатление. Это очень сильное оружие. Телевизионная пропаганда. Абсолютно сильное и все уничтожающее. Насколько я понял о нашей с вами дискуссии про СТС во время перерыва, вы не являетесь, значит, типичными представителями аудитории государственного либо какого-то другого телевидения. Ну, мы журналисты, даже вопрос у нас нельзя брать социологически. Да. Нельзя, да? Нельзя. Нет, я телевизор смотрю, я смотрю центральные каналы, я смотрю эти передачи, но мне как-то кажется, это довольно все понятным и ясным, когда какие приемы включаются, но в них вычислить, кажется, несложно. Большинство нет. Процветание человека, да, безотносительно, так сказать, идеологем, верующих, неверующих, это, мне кажется, то, что абсолютно точно должно и в конечном итоге объединить наш народ. А простите, вам как кажется, вам кажется, что если все выключат телевизор, тут же царится здравомыслие какое-то в стране или что? Вы считаете, что это так легко исправить? Мне кажется, что его станет гораздо больше, если себе представить, что его отключить. Да, его станет гораздо больше. Знаете, что меня смущает вот в таких рассуждениях ваших в том числе, мы ведь сами говорим о людях, у каждого есть своя голова, свой жизненный опыт. Это вот мы когда говорим о массе людей, которые смотрят телевизор, очень легко рассуждать о том, как они все последуют за тем, что им скажут. А когда ты встречаешься с каждым конкретным человеком, которые искренне и действительно счастлив, что Крым наш, что они сейчас рассказывают, что они на самом деле еще и в 90-х говорили, какая же несправедливость наконец-то установлена, и за это они готовы многое простить. Ты понимаешь, что каждый своей головой додумывает до очень многих вещей, которые им не скажут по телевизору? Мне кажется, что вы заблуждаетесь, когда говорите исключительно и только о феномене своей головы. Своя голова – это у нас с большим коэффициентом, значит, такой весомый коэффициент влияния пропаганды. Огромный коэффициент влияния пропаганды. Огромная история показывает, что даже более развитые на каком-то этапе историческом общества, значит, сходили с ума, когда работала пропаганда. Ну, пропаганда, которая работала раньше и работает сейчас, она вот уже есть. А что тогда? Контрпропаганда должна заработать, чтобы в людях все перевернуло? Как вы себе это представляете? Ну, а как? Вы как себе представляете? Я думаю, что должна заработать не контрпропаганда, а должна быть независимое средство массовой информации. Вот вам и контрпропаганда. Вот и все. И равный доступ всех участников общественного политического процесса к этим средствам массовой информации. А как же вопросы образования, если человека воспитывали в советских культурных ценностях, в постсоветской школе со всем приходящим, как он вдруг внезапно, от того, что у него сменится картинка на телевизоре, начнет сочувствовать, ну, грубо говоря, как на Украине, не восточным, а западным? Ну, это какой-то такой сочувствует... У нас же европейские ценности, этим европейским ценностям противопоставляются ценности по средствам пространства. Значит, хотел бы сказать вот что. Что мой год рождения 1953-й. Школу я закончил в 1970-м году. Институт закончил в 1976-м году, потому что авиационный вуз. Шесть лет надо было учиться. В то же время я стал офицером, лейтенантом ракетных войск стратегического назначения. Вот. Как вам такая биография? Ну, а ваши собеседницы биографии тоже не хуже? Я другой телевизор смотрел. Нет. А вот, кстати, тогда скажите, хорошо, вот человек, который изнутри на это все смотрит. У вас взгляды как-то переменились в один определенный момент резко? Или у вас никогда не было безумных симпатий к советскому всему, к советской жизни? Нет. Я не хотел бы сказать... Я не был никогда комсомольским активистом. Да? Это правда. Я в конце уже существования КПСС стал членом партии. По надобности? Скорее нет. А что мне надобность? У меня карьера уже была. Как раз тот период, когда можно стало было говорить. И мне понравилась площадка перестроечная и так далее. И тогда, когда можно было говорить, и когда открылось окно информации, и когда можно было обсуждать все вопросы, и когда можно было видеть через это окно другие горизонты, я многое переосмыслил. Но поверьте мне, огромное количество моих друзей, близких, родных, однокашников, одногруппников остались в том мире. И не дай бог, если я с ними... У меня была попытка один раз поговорить про Крым, про Восточную Украину, про внутреннее состояние России. Я решил этого больше не делать. Я уж лучше с ними, так сказать, попью крепких напитков поору песней машины времени, так сказать, чем буду заниматься дискуссиями о Крыме. Но в том-то и дело, что не все такие, как вы. Да, 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 да. И если телевизор выключится, сейчас тоже не все перестроятся. Нет, я думаю, что если открыть окно информации, да, то есть, повторяю, независимые СМИ. Грубо говоря, переместить, переместить... Давайте предположим себе, что вы переместили Эхо Москвы с нами, выдающимися, так сказать, комментаторами, на кнопку Первого канала. Вот. Я думаю, очень быстро к редакции пришли бы желающие разгромить ее. Так, нет такой вот необходимости смотреть и слушать. А так, если накрыли кнопки, это было бы... Подъехал бы Макашов на грузовике с вооруженными, так сказать, молочниками. Может быть, может быть. Так что я не думаю, что это сразу все поменяло бы там. Возможно, наоборот. Очень важный маркер такой вот цивилизованности в европейском понимании – это отношение к всяким меньшинствам. Например, гомосексуалам. У нас, помимо того, что новостей из Чечни, мы, в принципе, понимаем и знаем, как у нас в обществе по-разному. И, как правило, негативно воспринимают представители секс-меньшинств. И вот любопытная картина. Просто такая зарисовка из сегодняшнего дня. Индепендент пишет о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорит, что Лондон изучает возможность оказать поддержку ЛГБТ-сообществу в Чечне. Вот они там вот со своими ценностями смотрят на нас, на Россию и на Чечню и пытаются в Чечне оказать поддержку ЛГБТ-сообществу. Это вообще возможно? Это совместимые вещи? Совместимые? Насколько мы к европейской цивилизации подходим? Ну, это, конечно, офигительная новость, так сказать. Но я бы сказал так, что насколько она выглядит странно, настолько, как мне кажется, она и серьезна. Наряду с этим сегодня была еще одна новость, когда была пресс-конференция нашего министра иностранных дел в нашем посольстве Соединенных Штатов. После его общения с президентом Соединенных Штатов и госсекретарем он сказал буквально следующее. Что сейчас, в отличие от администрации Обамы, мы увидели и президента, и госсекретаря, абсолютно деловых людей. И наши разговоры лишены идеологизированности. Что, в общем, видите, мы предпочитаем там видеть деловых людей. Вот не надо нам никакой идеологии. Хотя внутри страны мы эту идеологию, так сказать, активно насаждали. Потому что есть наша идеология, а есть чуждая нам идеология. Да, да, да. Вот какая у нас идеология? Мы европейцы вообще, как вы считаете? Я-то в этом убежден. Я-то в этом убежден как раз, я думаю, что с 89-го года. А люди на улице? Да нет, конечно. Нет в большинстве своем. Но мне, в общем, как-то, это самое, здесь подстраиваться под людей на улице я не буду. Никогда этого не делал. В том числе и тогда, когда мне это было, в общем, надо, поскольку мои выборы зависели от мнения этих людей. Но вы ведь за то, чтобы ситуация в стране поменялась, а вот вам, пожалуйста, Сергей из Москвы пишет, почему все, это прям наболело, видимо, почему все должны думать, как вы, почему все должны именно так себе идеальную ситуацию представить? Или плевать на остальных? Почему все должны, да? Да не должны никто, и никто не должен ничего думать. Никто никому ничего не должен, тем более мне. Я просто использую эту трибуну, поскольку я являлся и, надеюсь, являюсь, может быть, в меньшей степени общественно влиятельным лицом, в прошлом я был, конечно, более общественно влиятельный, для того, чтобы каким-то образом помочь, как я считаю, в моей стране встать на путь процветания. Можно так? А как вы считаете, политик, он должен все-таки бороться за счастье большого количества людей, или он должен продвигать свои идеалы и ценности, даже если он весь такой европеец, в отличие от постсоветских избирателей? Тот, кто защищает интересы большинства людей и старается сделать, чтобы им именно было хорошо, он не политик, он популист. Давайте все-таки разделять. Да, политик – это конкретный человек, который защищает интересы, так или иначе им понятые и принятые за догму на какой-то период. И он считает, что именно это является правильным. И поэтому в мире существует масса различных партий, иногда с абсолютно противоположными, деметрально противоположными интересами, которые выступают и завоевывают собственных почитателей на выборах, на прямых, прозрачных, с равным доступом выборах. Но, как правило, это все сопровождается еще некими компромиссами, правда? Ведь если политик не является человеком гибким, то он вряд ли завоевает какую-то новую аудиторию, новых вторых. Конечно. В этом смысле очень важен предел упругости и границы, через которые ты не можешь переступить, идя на компромисс. И мы знаем, что в европейских странах это просто сплошь и рядом вынуждены все идти на компромисс, когда создают правительство коалиционное. Просто смотрите, вы говорите, что пытаясь использовать свой некий имеющийся у вас общественный капитал, вы стараетесь людям донести свою точку зрения, которая, естественно, с вашей точки зрения, опять же, извините за эту автологию, правильно. Но не кажется ли вам, что вы никогда не убедите людей, которые хоть чуть-чуть иначе смотрят на мир, в том, что вот именно так правильно, поскольку вы довольно негибкий в этом, в своей позиции? Ну, то есть вы определите, кто это, кто это, который вот и так есть. Меня в негибкости винить трудно, потому что все-таки, если бы я не был негибким, то я бы отставил свои интересы в пикетах и на незаконных митингах. Вот это вот такая позиция, значит, диссидентская, позиция отчаянная в наше время, да, позиция, которую занимал, скажем, мой товарищ и друг Борис Немцов. Вот. А что же у меня такого негибкого? Я работаю в большом бизнесе, вот, который работает в этих условиях, в реалиях, так сказать, в существующем законодательстве и так далее, и так далее. Я просто не отказываю себе праве пользоваться вашим свободным, без кавычек, микрофоном Москвы для того, чтобы вы высказали свою точку зрения, когда вы меня спрашиваете. Вот. Но я не преследую цели, значит, завоевать политический капитал и увеличить, там, моих предпочтателей. Мне, в общем, по этому поводу все равно. То есть вы апеллируете исключительно к тем людям, которые так вас поддерживают? Да, исключительно и только к себе. Как вы считаете, если каким-то образом эти свободные микрофоны расставить по всем редакциям и добиться свободы средств массовой информации, кто победит на выборах? Популисты или политики? В нашей стране. Мне кажется, что это процесс растянутый во времени. Сначала, как правило, успех имеют популисты. Но мне кажется, что Россия в 90-е годы уже прошла достаточно большой путь, когда могли оценить цену словам, сказанным на выборах, цену обещаниям. И очень жалко, что этот капитал, накопленный людьми, открытого восприятия информации, открытой политической борьбы, мы растеряли. И сейчас, когда-то, его все равно придется начинать снова. То есть нужно рискнуть опять с популистами? Да, да, именно так. Именно так. Иначе у нас не будет пространства для развития человека, для развития личности. Хотя бы на собственных ошибках надо учиться, чтобы идти дальше. Хотя бы шишки набить заново. Спасибо большое. Это был бывший вице-премьер России Олег...